Почему не цветет бальзамин в домашних условиях – основные причины. Бальзамин считается неприхотливым комнатным и садовым растением. Его пышные кустики плотно покрыты нежными соцветиями. При нарушении агротехники он может не цвести или сбрасывать бутоны. Когда должны появиться и распуститься бутоны у бальзамина, цветет бальзамин с ранней весны до поздней осени. Это касается однолетних растений, которые растут в саду. Когда культура выращивается в комфортных условиях, цветение длится практически круглый год. Цветение чередуется с периодами покоя длительностью около 12 дней. Бутоны начинают формироваться с первыми весенними цветами. Через некоторое время они начинают раскрываться в красивые пышные соцветия. Бальзамин – дополнительная информация. Цветение будет круглый год при создании максимально комфортных условий для бальзамина. Почему нет цветов, а растут только листья? Многие неопытные цветоводы ожидают обильного цветения, но оно так и не наступает. Вместо долгожданных бутонов в горшке красуется только листва. Необходимо установить, почему не цветет бальзамин и принять необходимые меры. Недостаток освещения. Бальзамин – светолюбивое растение. Тень пагубно отражается на его состоянии. В таких условиях рост культуры замедляется, цвет становится менее насыщенным, бутоны опадают. Решить проблему можно переместив кустик на хорошо освещенное место. Если такой возможности нет, то цветок досвечивают искусственным светом. Нарушение температурного режима. Бальзамин не любит холод и жару. Поэтому зимой температура должна быть не ниже плюс 15, а летом в пределах плюс 20-22 градуса. Нарушение температурного режима приведет к тому, что цветы будут увядать и опадать. Сухой воздух в умещении. Цветок очень любит влагу. Сухой воздух губит его. Для увлажнения растения необходимо регулярно опрыскивать. Делать это нужно аккуратно, следить за тем, чтобы влага не попадала на листья. Летом цветок выносят на улицу, обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей. В зимнее время года горшки с бальзамином убирают подальше от отопительных приборов в доме. Неправильный полив растения любит влагу, но переувлажнение и заболачивание земли вызовет гниение корней. Предотвратить проблему можно, если сделать дренаж. Поливать грунт нужно только по мере высыхания. Для увлажнения используют отстоянную воду комнатной температуры. Вода не должна попадать на листья и цветы. Неверно подобран горшок. Цветение напрямую связано с размером емкости. Слишком большая емкость приведет к наращиванию корневой системы, а тесный горшок не даст ей развиваться. Все это в свою очередь негативно отражается на цветах. Они становятся мелкими, бутоны образуются, редко цветут. Ошибки во внесении подкормок. Регулярное внесение удобрений является важной составляющей в уходе за бальзамином. Растения регулярно подкармливают период бурного цветения каждые две недели. Бальзамин хорошо реагирует на калийные удобрения, которые активизируют ботанизацию культуры. Важно! Нужно быть осторожным с азотными удобрениями. При их избытке растение жирует и практически не цветет. Растение поражено болезнью, влияющей на цветение и самое распространенное заболевание для бальзамина – серая гниль. Она возникает при переизбытке влаги. При первых признаках данной проблемы цветок обрабатывают раствором – байлитонатопсина, эмтфандозола или циркона. Серая гниль появление вредителей – бальзамин подвержен атакам белокрылки и паутинного клеща. С первым вредителем борется с помощью препарата Танрек Аплаут Тепеки, а со вторым – Аппола Ортус Фумайт. Что делать, чтобы бальзамин зацвел? Зацвести бальзамин заставит комплекс мероприятий. Прежде всего, растению необходимо обеспечить достаточно света, защитить от болезней и вредителей. Также надо не забывать регулярно вносить комплексные удобрения. В зимнее время года полив сокращают и помещают горшок с цветком в рахладное место. Активизировать рост и обильное цветение можно с помощью эпина, который разводят в воде для полива. Основная причина, почему не цветет бальзамин в домашних условиях – нарушение агротехники. Внимание и уход за культурой станут залогом мобильного и пышного цветения. В благодарность кустарник будет вырастать большим, красивым и радовать яркими, необычными красками весь сезон.